Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами читать и перечитывать основные произведения русской классической литературы, так хорошо нам с вами известны еще со школьной скамьи. Сегодня мы с вами достанем с полки томик Островского. Драма «Гроза». Вот в русской народной драме герой, появляясь в балагане, тут же объявляет зрителям. Вносится следующий текст со сцены «Я паршивая собака, царь Максимилья». Вот с той же определенностью заявляют о себе и персонажи хорошо нам с вами известной пьесы Островского «Гроза». Уже первой своей репликой кабаниха представляется. Когда скажу, тогда и поедешь? «Если ты хочешь мать послушать, сделай так, как я тебе приказываю». И первой же своей репликой Тихон отвечает. «Да как же я могу, маменька, вас ослушаться?» Начальными словами декларирует свою чуждость атмосфере Волжского города, Калинова и будущий любовник Катерины Борис. Сразу же рекомендуется самоучкой, механикам и любителям поэзии Куликин. Точно так же, как практически целиком исчерпывает собственный образ в первом же явлении и кудряш. «Больно лих на девок», – произносит он. «Гроза» – это трагедия. «Гроза» – это трагедия эпохи классицизма. Классицистская трагедия. Почему? Да потому что ее персонажи предстают с самого начала носителями того или иного характера. И они уже не меняются до самого конца пьесы. Но классицистичность пьесы подчеркивается не только традиционным, действительно трагическим конфликтом между долгом и чувством. Но, наверное, более всего это подчеркивается системой образов типов. И в этом смысле «Гроза» заметно выделяется из всех других пьес Островского, которые полны юмора, полны бытовых, конкретно российских подробностей. Ну, такие, как, например, «На всякого мудреца довольно простоты», «Волки и овцы» и многие-многие другие сценки из купеческой жизни. А вот здесь, в «Грозе» мы должны верить автору на слово, что действия происходят действительно в среде волжского купечества. В принципе, и Дикой, и Кабаниха, и Катерина с незначительными какими-то изменениями легко вписались бы в столь же условные испанские страсти того же Корнеля или в античные коллизии трагедий России. Проблемы, возникающие перед героями «Грозы», совершенно не несут печати русской исключительности. И это тоже, как было принято в классицизме, вопросы всеобщие, всемирные, без границ, без национальных признаков. Правда, ответы у Островского на эти вопросы все же очень русские. Но об этом мы поговорим чуть позже. Пока что обратимся к классицистическим аспектам. Не случайно резонер пьесы Кулигин без конца декламирует классицистские стихи, строки Ломоносова и Державина. Они как бы призваны играть роль позитивного начала в беспросветной обстановке, как она изображена в «Грозе». И это инстинктивно чувствуют даже самые дремучие персонажи. Вот небольшой фрагмент пьесы Кулигин. «Савел Прекофич. Ваше степенство. Державин же сказал, я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю». Реплика Дикова. «А за эти вот слова тебя городничему». Наверное, ей за что. Кулигин читает стихи высокого штиля и к месту, и не к месту. Островский очень тонко вкладывает в его уста, может быть, не главные, но решающие слова из многих великих поэтов. Ну и автор, и образованный ценитель пьесы прекрасно знали, какие строки следуют за фрагментами Кулигинской декламации. Вот те вечные сомнения. «Я царь», «Я раб», «Я червь», «Я бог». И те же последние вопросы. «Но где же натура твой закон?» Или «Скажите, что нас так метет?» Именно эти неразрешимые трагические проблемы и решаются в пьесе Островского «Гроза». Потому так настойчиво Островский апеллирует классицизму. Он стремится придать значительность, на первый взгляд, совершенно иной драме, драме Мещанской. Завышается уровень подхода, подобно тому, как ремарками устанавливается точка зрения на город Калинов. Точка зрения сверху вниз. Вот вспомним ремарку «С высокого берега Волки». Это знаковая ремарка. И в результате Мещанская драма превращается в Мещанскую трагедию. Как-то в разговоре со Львом Толстым Островский сказал, что написал пьесу про Кузьму Минина стихами, чтобы возвысить тему над повседневностью. По сути дела, и «Грозу», наверное, следовало бы тоже написать стихами. «Почему?» – спросите вы. Откройте пьесу и перечитайте хотя бы первые действия. Обратите внимание на то, что диалоги тут практически отсутствуют. Герои обмениваются монологами. При этом даже не нужно добавлять так называемые ремарки в сторону. Настолько несущественно при этом обмене монологами слышит ли кто-нибудь их речи или нет. Островский написал пьесу прозой, но широко, вот я об этом уже говорил, вводил туда чужие стихи Ломоносова и Державина. И за счет этого ему удалось добиться все того же эффекта. Эффекта возвышения над повседневностью. Писарев явно относил сочинение Островского к другому жанру. Вот в тот момент, когда возмущался немотивированностью действия. Фрагмент приведу мнение Писарева. Что это за любовь, возникающая от обмена нескольких взглядов? Что это за добродетель суровая, сдающаяся при первом удобном случае? Наконец, что это за самоубийство, вызванное такими мелкими неприятностями, которые переносятся совершенно благополучно всеми членами всех русских семейств? Это Писарев. Ответ на эти недоуменные вопросы один. Классицизм. Этим, наверное, в грозе объясняются и характеры, типы. Объясняется несоразмерность причин и следствий. Объясняется нарушение масштаба эмоций и событий. Вот все это, как и сам текст пьесы, не дает забыть, что все происходящее в пьесе, происходящее на сцене, соотносится с великим. Соотносится с великими, высокими, трагедийными страстями. И, помимо этого, соотносится с неистовой мистической верой. Вот перед нами, перед зрителями, перед читателями проходят образы и экзальтированной Катерины, и набожной кабанихи, и богомольной феклуши, и юродивой барыни. Вера и религия – вот, наверное, основная тема пьесы «Гроза». Еще конкретнее – тема греха и наказания. Ведь на самом деле Катерина восстает вовсе не против болотной, мещанской среды. В соответствии с классическим каноном, она бросает вызов на самом высоком уровне, выбирая при этом законы не человеческие, а божьи. Не жалей. Губи меня. Сама я на то пошла. Уж, коли я для тебя греха не побоялась. Побоюсь ли я людского суда. В супружеской измене Катерина признается, доведенная до предела сознанием своей греховности. И публичное покаяние, вспомним, происходит тогда, когда она видит изображение гиены огненной на стене под сводами городской прогулочной галерии. Это последний акт трагедии. И в своих религиозных экстазах Катерина непомерно возвышает свой собственный сценический образ. «Кто так ласково говорит со мной? Точно голубят меня, точно голубь воркует», – произносит Катерина. «Точно меня кто-то обнимает так горячо-горячо и ведет меня куда-то». Это из ее монолога. Это мотив благовещения. Поразительно, но над глубокой, казалось бы, российской провинцией витает зловещий призрак далеких, враждебных, заморских стран. И не просто враждебных, а в контексте общей религиозной экстатичности именно дьявольских, преисподних, можно сказать, адских. Специального предпочтения какой-либо иноземной стране или нации нет. Они все равны, они все отвратительны, потому что все абсолютно чужие. Несколько примеров давайте вспомним. Литва не случайно изображена на стене галереи прямо рядом с гиеной Огненной. И местные жители, жители этого волжского города, не видят в этом соседстве ничего странного. Вот пример обсуждения этого. 1. Что ж это такое, Литва? 2. Так она, Литва, и есть. 1. А говорят, братец ты мой, она на нас с неба упала. Это вот только один пример. А дикой, бурно протестуя против намерения Кулигина установить в городе громоотвод, кричит. 2. Какое еще там елистричество? Что ты, татарин, что ли? Татарин ты? Еще один образ. Странница Феклуш. Она, странница Феклуша, степенно объясняет со сцены, что есть на свете страны, где и царей-то православных нет, а салтаны землей правят. В одной земле, продолжает Феклуша, сидит на троне салтан Махнут Турецкий, а в другой салтан Махнут Персидский. И что не судят они, все неправильно. У нас закон праведный, а у них, милая, неправедный. И продолжает. А то еще есть земля, где все люди с пёсими головами. И на вопрос, отчего ж так с пёсими, дает на самом деле потрясающий по лаконизму и ёмкости ответ за неверность. Феклуша очень на самом деле важный персонаж, несущий в пьесе бремя русской национальной исключительности. Ни более, ни менее. Существование в таком кольце врагов и сулит, по её мнению, на самом деле не сулит ничего хорошего. Особенно, если учесть, что и Россия начинает поддаваться дьявольскому, заморскому соблазну. А именно, города превращаются в садом. А в Москве как говорят, и вовсе стали огненного змия запрягать. Вот все эти размышления и приводят Феклушу к блистательно выраженному эсхатологическому выводу. Давайте послушаем, как он звучит. Последние времена, последние, по всем приметам последние. Ещё у вас в городе рай, тишина, а в других городах шум, беготня, и здание пристанное. народ-то так и снуёт, так и снуёт. Один сюда, другой туда. сам Островский, нам это хорошо известно из его писем, к загранице тоже относился весьма и весьма критически. Из его путевых впечатлений видно, как восхищала его природа Европы, архитектура, музеи, тот порядок, который он мог видеть в европейских городах, в европейских странах. Но людьми в большинстве случаев он был решительно недоволен. Вот при этом часто едва ли недословно он повторял Фанвизина уже столетней давности. Об этом мы тоже вспоминали, когда перечитывали недоросля. Напомню, французы, писал Фанвизин, грубые, сверх того, мошенники. Берлинские женщины одеваются плохо, особенно некрасивы шляпы в виде гриба поганки. Это напоминание о Фанвизине и цитата, которая отражает собственные взгляды Островского. Придирки, конечно, смехотворны и поэтому особенно характерны. Еще один пример. На одной из станций меня неприятно поразила фигура прусского офицера. Синий мундир, голубой воротник, брюки с красным кантом, маленькая фуражка, одета на бекрень, волосы, причесанные с английским пробором, рябоват, белокур. Вот в этом фрагменте впечатлений Островского о Германии на самом деле невозможно понять, чем ему не угодил офицер, чем не угодил офицер Островскому, разве только тем, что он прусский офицер, а не русский. Тему враждебной за границей можно было бы считать побочной в грозе. Но если внимательно прочитать, перечитать пьесу, то на самом деле выяснится, что эта тема достаточно важная для Островского. Дело в том, что «Гроза» по сути полемичная трагедия. Вот несколько дат назову. В 1857 году во Франции вышел роман Флобера, госпожа Бавари. В 1858 году он был переведен и издан в Россию, произведя огромное, надо сказать, впечатление на читающую публику. Еще до этого российские газеты обсуждали судебный процесс, проходивший в Париже по обвинению Флобера, как писали тогда, в оскорблении общественной морали, религии и добрых нравов. Вот на этом фоне летом 1859 года Островский начал и осенью уже закончил свою пьесу «Гроза». Сопоставление этих двух произведений выявляет их необыкновенное сходство. Вот попробуйте перечитать Флобера для сравнения. Ну, разумеется, история литературы, особенно, когда речь идет об одной эпохе, подобные случаи знают, они нередки. Вот как раз совпадение общей темы не так уж многозначительно. Это, наверное, не самое главное. О какой теме идет речь? Да, о той же все теме, о попытке эмоциональных натур вырваться из мещанской среды через любовную страсть. И все это сопровождается крахом, который, в свою очередь, заканчивается самоубийством. Это как бы восхожий бродячий, можно сказать, сюжет. Но частные параллели, вот если вы перечитаете госпожу Бавари и Грозу, вот эти параллели весьма красноречивы, они сразу же бросятся вам в глаза, поверьте мне. Эмма столь же экзальтирована религиозно у Флабера, как Катерина у Островского, столь же подвержена воздействию обряда. Вот так об этом напишет Флабер. Ее постоянно завораживала та усыпительная мистика, что есть и в церковных запахах, и в холоде чаш со святой водой, и в огоньках свечей. Давайте вспомним еще один фрагмент изображения гиены огненной на стене, предстает перед потрясенной норманкой точно так же, как перед волжанкой Катерина. обе эти фигуры обуреваемы по девичьи неисполнимыми одинаковыми мечтами. Если вы возьмете в руки роман Флабера, вы сможете прочесть следующее про Эмму. Ей хотелось вспорхнуть, как птица, улететь куда-нибудь далеко-далеко. Ну, а уж слова Катерины запомнились нам со школы. Мне иногда кажется, скажет Катерина, что я птица, вот так бы разбежалась, подняла руки и полетел. Это Катерина в Астововской грозе. Обе сатрады вспоминают детство и юность, рисуя это время золотым веком своей жизни. У обеих женщин перед мысленным взором предстает безмятежность чистой веры и невинные занятия. Занятия на самом деле тоже сходные. Вышивание подушечек у Эммы и вышивание по бархуту у Катерины. Во многом сходятся и семейные ситуации. Враждебность свекрови и там, и там, и мягкотелость мужа. Шарль и Тихон безропотные сыновья и покорные супруги рогоносцы. Как писал Фрлобер, томясь в заплесневелом существовании мукриц, это можно применить и к Катерине, обе героини умоляют любовников увезти их. Но с любовниками тоже им не везет. Это невозможно, говорит француз. Нельзя мне, Катя, говорит русский. И даже отождествление любви с грозой, такое яркое у Островского, есть и у Флобера. Флобер напишет следующие строки. Любовь, казалось, ей приходит внезапно с молниным блеском и ударами грома. И в госпоже Бавари Флобера, и в грозе Островского присутствуют персонажи, олицетворяющие рок. Слепой нищий и безумная барыня в грозе. Оба появляются по два раза в ключевые моменты сюжета. Слепой появляется в начале кризиса любви Эмма и Леона и второй раз в миг смерти. Барыня тоже появляется в пьесе Островского дважды. Перед падением Катерины первый раз и второй раз перед покаянием. Оба эти персонажи обличают с одной стороны, а с другой стороны знаменуют несчастье. Но вот здесь по-разному несколько. Французский слепой просвещенно рационален и игрив в духе Вольтера. Или может быть он пришел из Рабле со своей песенкой. Он поет «Вдруг ветер налетел на дом и мигом ей задрал подол». Его обличение подано в облегченной форме и без иносказаний. Совсем другая версия это барыня в грозе. Она насквозь мистична и высокопарна. Это уже русская мистическая традиция. она составляет в чем-то жутко пародийную параллель фрагментам из Ломоносова и Державина, которые звучат в пьесе своим таким архаичным языком и библейскими туманными проклятиями. Она произносит «Не радуйтесь, все в огне гореть будете неугасимым, все в смоле будете кипеть неутолимым». Вот кстати, обратите внимание, когда будете перечитывать пьесу. То место, которое в пьесе Островского занимают русские классицисты, в романе Флобера отведено классицистам своим, французским. Нормандский кулигин у Флобера аптекарь Омэ также увлечен науками, проповедует пользу электричества и постоянно поминает в своих высказываниях Вольтера и Россин. Это не случайно. Дело в том, что в той же госпоже Бовари образы, кроме самой Эммы, тоже суть типы. Их очень легко исчислить. Фат, честолюбивый провинциал, растяпа муж, добряк отец и другие. То есть точно так же, как и в Грозе, где типажи, типы проходят перед нами на сцене. Самодур купец, деспотическая мать, чудак изобретатель, провинциальный сердцеед и тот же муж рогоносец. Екатерина, ну вот здесь в противовес Эмме, она статична. Статична точно так же, как Антигона в греческой трагедии, либо трагедии России. Однако, при всем сходстве произведения Флобера и Островского, на которые я хотел бы особо обратить ваше внимание, нельзя не заметить существенных различий и даже взаимных противоречий. Гроза в чем-то, конечно, не во всем, создавалась как полемика по отношению госпоже Бовари. И главное различие можно определить очень простым, но очень емким концептом русской культуры. Деньги. Деньги в русской литературе вообще появляются очень поздно. Российские пишущие люди, а это дворяне, не снисходили до этой низменной материи. И только с приходом разночинцев наша русская словесность осознала деньги как некую пятую стихию, с которой человеку чаще всего приходится считаться. Это цитата из Бродска. До эпохи разночинцев они могли присутствовать разве что в виде аллегории. С этим мы сталкиваемся в мертвых душах. А конкретные суммы, если они назывались, то в таком нарядном антураже и обычно по поводу карточных проигрышей героев. Ну а Борис, любовник Катерины, зависим именно потому, что беден. Вероятно, это так на самом деле, но подобный вывод был бы очень недобросовестной модернизации духа пьесы. Напомню, что она все-таки относится к середине прошлого века. И Островский показывает Бориса совсем не бедным. Он показывает его слабым. Не денег, а силы духа ему не хватает, чтобы защитить свою любовь. Что до Катерины, то она вообще не помещается, не вписывается в материальный контекст. Это в русской реальности. Совсем иное у европейца, у Флабера. Дело в том, что в госпоже Бовари деньги едва ли не самый главный герой. Деньги вот основной конфликт между свекровью и невесткой. Деньги предопределяют ущербное развитие Шарля, вынужденного в первом браке жениться на предан. Деньги это мучение Эммы, которое в богатстве видит способ вырваться из мещанского мира. И наконец деньги причина самоубийств запутавшейся в долгах героини. Это французская европейская реальность. Это действительно подлинная причина французской трагедии без всяких аллегорий. В европейской культуре перед темой денег отступают и тема религии, представленная в госпоже Баварии на самом деле очень сильно, и тема общественных условностей. Напомню, что Эмме кажется, что деньги это свобода. А вот Катерине деньги не нужны. Она их не знает и вообще никак не связывает деньги со свободой. Вот это различие, различие европейской и русской ментальности, различие культурных концептов, это различие принципиальное и решающее. Трагедию Эммы можно исчислить, выразить в конкретных величинах, сосчитать с точностью до Франка. Она рациональна. А трагедия Катерины иррациональна, она невнятна, она невыразима. Именно поэтому, наверное, эта пьеса так и остается непонятной в школьном возрасте насчет своей нерациональности. Намечается антитеза рациональность, рационализм и духовность, тоже слабо воспринимающаяся в школьном возрасте. Нельзя, конечно, без фактических оснований полагать, что Островский создавал грозу под впечатлением от госпожи Бавари Флобера. Хотя, вот как мы видели, даты и сюжетные лиги складываются, параллелятся самым неожиданным образом. Но важен непосредственный повод для написания того или иного произведения у литератора, важен результат. Важно понять, что в итоге получилось. А получилось то, что Островский написал волжскую госпожу Бавари. Вот таким образом гроза стала новым аргументом в давнишнем российском споре западников и славянофилов. Флоберу нравился финал вольтеровского кандида. Финал о том, что надо возделывать свой сад. Такая рациональная конкретность, конечно же, не могла устроить русского писателя, не могла устроить Островского. Катерине нужен не сад, не деньги, а нечто неуловимое, необъяснимое. Может быть, ей нужна воля, но русская воля. Не свобода от мужа и свекрови, это слишком мелко. Нужна воля вообще, нужно мировое пространство. Резко возвысив трагедию обращением к классицистским образцам, подняв героиню к заоблачным, религиозным, мистическим пределам, Островский таким образом отдал голос за своих, за русских, за Россию. Нельзя сказать, что это вышло очень убедительно. Катерина вот уже больше полутора сотен лет озадачивает читателя, зрителя, и в школьном возрасте тем более, да и во взрослом состоянии, какой-то драматургической неадекватностью чувств и поступков. Сценическое воплощение неизбежно оборачивается либо высокопарной банальностью, либо ничем не оправданным осовремениванием образов, поступков, речей, манером излагать свои мысли, всех образов, которые появляются по ходу пьесы на сцене. Но это объяснимо. Классицистская Екатерина возникла в очень неподходящее ей самое время. Наступала эпоха Эммы Бавари, эпоха психологических героинь, которые достигнут своей вершины чуть позже в Ане Карениной. Это произойдет. Это произойдет у Толстого. А Катерина у Островского явилась не вовремя. Это не ее выход на сцену был. И оказалась недостаточно убедительной ни для своего времени, ни для XX века. Волжская госпожа Бавари оказалась не такой достоверной, не такой понятной, как нормандская героиня. Но при всем этом она оказалась более поэтичной и возвышенной. Именно поэтому ее проходят в школе. Уступая иностранке в интеллекте и образованности, наша Катерина встала с ней вровень по накалу страстей и превзошла в надмирности и чистоте мечтаний. Вот это пытаются школьные учителя донести до нас с вами. В конце концов патриоты всегда охотно уступали Западу ум, а за собой наши российские патриоты всегда оставляли душу. Вот, наверное, это то самое важное, что нужно прочувствовать, перечитав еще раз трагедию гроза Островской, что мы с вами и попытались, надеюсь, успешно проделать в ходе нашей очередной передачи из цикла, посвященного перечитыванию русской классики. На этом наша передача подошла к концу. Я прощаюсь с вам до следующей встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok